В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что в начале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы вновь открываем книгу повестей Василия Акимовича Никифорова-Волгина, русского писателя начала XX века. Мы с вами уже читали его удивительные рассказы и повести. Их герои – простые люди, хранящие в своем сердце саму святую Русь. Итак, сегодня мы познакомимся с рассказом, который называется «Земля-именинница». Березы под нашими окнами журчали о приходе святой Троицы. Сядешь в их засень, зажмуришь глаза, и представится тебе струистая дорожка, как на реке при восходе солнца. И по ней в образе трех белоризных ангелов шествует святая Троица. Накануне праздника мать сказала «Завтра земля-именинница». А почему именинница? А потому, сынок, что завтра Троицын день сойдется со святым Симоном Зилотом. А на Симона Зилота «Земля-именинница» по всей Руси мужики не пашут. «Земля-именинница» – эти необычайные слова до того были любы, что вся душа моя засветилась. Я выбежал на улицу, повстречал Фитку с Гришкой и спросил их. «Угадайте, ребята, кто завтра именинница? Ежели угадаете, то я куплю вам боярского кваса на две копейки». Ребята надулись и стали думать. Отец не раз говорил, что приятели мои, Федька и Гришка, не дети, а благословения Божие, так как почитают родителей, не таскают сахар без спроса, не лазают в чужие сады за яблоками и читают по-печатному так ловко, словно птицы летают. Мне было радостно, что таким умникам я загадал столь мудреную загадку. Они думали-думали и, наконец, признались. Не можем. Скажи. Я выдержал степенное молчание, высморкался и с упоением ответил. Завтра земля именинница. Они хотели поднять меня на смех, но потом, сообразив что-то, умолкли и задумались. А это верно, сказал серьезный Федька. Земля в троицу завсегда нарядная и веселая, как именинница. Ехидный Гришка добавил. Хорошая у тебя голова, Васька. Да жалко, что дураку досталось. Я не выдержал его ехидства и заревел. Из окна выглянул мой отец и крикнул. Чего ревешь? Сходил бы лучше с ребятами в лес, за березками. Душистое, извинящее слово «лес» заставило дрогнуть мое сердце. Взяли мы из дома по ковреге хлеба и пошли по главной улице города с песнями, радостные от предстоящей встречи с лесом. Нас остановил пузатый городовой Гаврилыч и сказал, «Эй, вы, банда, потише!» В лесу было весело и ярко до изнеможения, до боли в груди, до радужных кругов перед глазами. Но перед тем, как пойти домой с тонкими звенящими березками, радость моя была затуманена. Выйдя на прелесе, Гришка предложил нам погадать на кукушку. Сколько, мол, лет мы проживем? Кукушка прокуковала Гришке 80 лет, Федьке 65, а мне всего лишь два года. От горькой обиды я упал на траву и заплакал. Не хочу помирать через два года! Ребята меня жалели и уговаривали не верить кукушке, так как она глупая птица, всегда врет. Возвращались домой при сиянии звезды вечерницы, при вызоренных небесах по тихой росе. Всю дорогу мы молчали, опускали горячие лица в духмяную березовую листву и одним сердцем чувствовали, как хорошо жить, когда завтра земля будет именинница. Приход Святой Троицы на наш двор я почувствовала рано утром в образе солнечного предвосходия, которое заполнило нашу маленькую комнату тонким сиянием. Пахло пирогами. «Ты что в такую рань?» – шепнула мать. «Спал бы еще». Я деловито спросила ее, «С чем пироги?» «С рисом. А еще с чем?» «С брусничным вареньем». «Хм, маловато!» – нахмурился я. «А вот Гришка мне сказывал, что у них сегодня шесть пирогов и три каравая. За ним не гонись, сынок. Они богатые. Отрежь пирога с вареньем. Не очень хочется». «Да ты, сынок, фармазон, что ли?» «Али турка?» – сплеснула мать руками. «Кто же из православных людей пироги ездил беднее?» «Петру Александрыч. Он даже в пост свинин лопает». «Он, сынок, не православный, а фершел», – сказала мать про нашего соседа, фельдшера Филиппова. «Ты на него не смотри. Помолись лучше Богу и иди к обедне». Именины земли церковь венчала чудесными словами, песнопениями и длинными таинственными молитвами, во время которых становились на колени. А пол был услан цветами и свежей травой. После обеда пошли на кладбище поминать усопших сродников. Около белых кладбищенских врат кружилась, верещала, свистела, кричала и пылила ярмарка. Безногий нищий Евдоким, сидя в тележке, высоким рыдающим голосом, пел про Матерь Божию, идущую полями, изусеянными и собирающую цветы, дабы украсить живоносный гроб сына своего возлюбленного. Деревянная чашка безногого была полна медными монетами. Я смотрел на них и думал, «Хорошо быть нищим! Сколько на эти деньги конфет можно купить?» Отец дал мне пятачок. И в этом тоже был праздник. Я купил себе на копейку боярского кваса, на копейку леденцов четыре штуки и на три копейки пельсинного мороженого. От него у меня заныли зубы, и я заревел на всю ярмарку. Мать утешала меня и говорила, «Не брался бы, сынок, за городские сладости. От них всегда наказание и грех». Она перекрестила меня, и зубы перестали болеть. Не успели мы дойти до дома, как на землю упал гром. Дождь вначале рассыпался круглыми зернинками, а потом разошелся и пошел гремучим косохлестом. От веселого и большого дождя деревья шумели свежим широким говором, и густо пахло березами. Вот такой рассказ, дорогие ребята. Прочитаешь его, и как будто почувствуешь рассеянный в воздухе аромат зеленых березок, дух леса, свежей травы, летнюю прохладу дождя. Я уверена, что мы еще не раз вернемся к прекрасным рассказам Василия Никифорова-Волгина. А сейчас я желаю вам всего самого доброго, дорогие друзья. Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok